В Нархозе Александра Герасименя получила экономическое образование. В спорте сделала себе имя. А теперь после завершения карьеры занимается созданием своей плавательной школы. Проект коммерческий и редкий спортсмен из Беларуси рискнет таким образом зарабатывать себе на хлеб. Многие ведь держатся за ставку национальной сборной до последнего. Почему же Саша решила уйти? Поверхностный ответ был дан на пресс-конференции, а ответ о развернутый получил Станислав Липский в своем эксклюзивном интервью. 7 августа. Ног в Беларуси. Перед стартом пресс-конференции, посвященной благотворительному марафону 24 разам, Александра Герасименя заявляет о завершении профессиональной карьеры. На точки, на точки начнули. Не ляду, что не закончили. На точки. Уже на следующий день в бассейне «Соктрактор» Саша проводит тренировку для детей с диагнозом аутизм. Аутизм. Свой родной вид спорта Александра не бросит. И уж тем более не бросит благотворительный проект. Я люблю детей, я люблю то, чем я занимаюсь. И я получаю удовольствие от работы с детьми. Соответственно, я соединяю это все вместе и тренирую. Проект «Спорт Инклюзия» призван привлечь внимание общества к проблеме аутизма. Но в первую очередь важно этим детям показать, что они способны побеждать. Для нас Александра сегодня это как мама, как друг, который так не по-женски свое плечо спортивное нам подставляет. Мы знаем, что у нее сейчас будет возможность быть с нами еще больше. И мы не можем этому не радоваться на самом деле. К слову, именно дети – главная причина завершения карьеры Саши, а точнее дочь София. Тут суть была не в секундах, которые я показывала, а в том, насколько я могу отдаться полностью тренировке и выложиться на ней. Если я физически не настроена на тренировку, я не готова. Соответственно, я уже выжата до нее. И результата ожидать какого-то сверхъестественного. А чтобы выходить на Олимпиады и выигрывать медаль, нужно показывать только такие результаты. Но, к сожалению, не удалось показать. Согласитесь, здесь просто момент ментальный. То есть у вас девочка, да? У вас муж, у вас родители, то есть дом. Тут это повлияло, как ни крути. Конечно. Ну, опять-таки, тут приходилось делать выбор или семья, или золотая медаль. Ну, правильный этот выбор или нет, я думаю, время покажет. Но я считаю, что для себя я считаю, что я сделала верный выбор. Фамилия Крамовиджоджо. Какие ассоциации первые у вас, когда ее слышите? Да, это мой был основной соперник еще в 2012 году на Олимпийских играх. Спокойно отношусь. Я всегда говорила, что если кто-то тебя победил, значит, он сильнее. И злиться на кого? Что тебя обогнали? Так злиться скорее на себя нужно, что ты недоработан. Думали ли, что будет дальше? Может быть, реально быть профессиональным тренером в плавании или же открывать что-то свое интересное, свою школу? Я работаю с детьми уже, в данном случае, практикую больше года. Конкретно на своих спортивных группах, в своем клубе. Конечно же, мы продвигаем свой клуб, мы развиваем его. Как раз сейчас открыли направление именно спортивное. Ребята, которые занимались уже несколько лет сейчас, показывают у нас прекрасные результаты. И уже на международных стартах имеют медали. Это классно, это здорово. И мне, как и руководителю, и также тренеру. Ну, это большая душа. Что же золотую медаль Олимпиады Александра не завоевала? Но в семье такая награда появиться может. Правда, супругу Сашу, Евгению Цуркину, придется очень постараться. Пока же задача приземленней. Конечно, я думаю, он уберется. Сейчас тоже такой непростой период. Не пошло, не зашло. Но еще опять-таки целый год. И вполне можно вернуться и к прежним секундам, и улучшить свои результаты. Это все под силу. Главное, корректировать немножко работу. А пока же Александра всех приглашает принять участие в благотворительном марафоне 24 разом. И тем самым помочь детям. 16 августа, 18.00. Стадион на Калиновского. Я лично буду стартовать и начинать этот забег. И ровно через сутки он закончится. 17 августа в 12.00 до 18.00 в бассейне в Соктракторе на Долгобродской 37 будет мой прощальный заплыв. А также все желающие могут прийти, поплавать, получить удовольствие. Подарки, призы, поучаствовать в викторине. И просто получить море позитива. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова